Париж 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 принесли успех. Невольно вспоминаются подобные удачные замены Алекса Фергюсона в финальном матче Лиги Чемпионов в Манчестер Юнайт Бавария. И напомню, два мяча у нас забил Панов. Один Карпет. Было 90 минут яркого, острого, напряженного боевого... Вот так приходилось обороняться. И очень здорово играл Филимонов. И опять смотрите, как располагаются наши футболисты. Цимбалар не попал. А комбинация была красивой. Вновь отлично играют наши на опережение. Защитники не успевают ни прикрывать наших игроков, ни страховать друг друга. А это атака хозяев поля. И сегодня мы еще раз отмечаем хорошую игру Филимонова. Вот те игроки, которые вышли на замену. Бесчастых, Цимбаларь. И вновь мы видим красивую комбинацию и ее отличное завершение. Как будто на тренировке. Все удачно получается, как... Слава героям зеленых полей! Победа! Три-два чемпиона мира повержены. Сыграть два ответственных матча за четыре дня вообще непросто. А если еще на одной игре проливной дождь, а на другой 30-ти градусовская жара трудно вдвойне. А когда соперник играет 90% времени только в обороне, причем действуя умело, обыграть его крайне трудно. Но сборной России и это удалось. Борьба была жесткой, вязкой. Сланцы высокие, мощные, играли только на ничью, образовав в своей штатной площадке мощный щит. Подобную игру мы увидим у нас в исполнении московского торпеда. Все решил один гол. На последней минуте первого тайма. А до этого были моменты у нас, были и удары наносили Анопко, Панов и другие. Вот она, великолепная комбинация. Проход по левому флангу защитника Варламова. Отличная навесная передача. И опять очень вовремя вблизи ворот оказывается Карпин. Отлично играет головой. И вновь Карпин забивает решающий мяч. 1-0 после первого тайма. Во второй половине сборная России уверенно контролировала ситуацию. Острых моментов не было ни у нас, ни у соперника. Вот такая борьба шла все 45 минут. Но в конце игры и мы понервничали. Исландцы вдруг пошли вперед и создали пару острых ситуаций. Это атакует наша команда. А это уже исламцы. Последние минуты не очень острые атаки, но сумбурные и вызывающие такое беспокойство на скамейке наших тренеров. Но тем не менее изменить ничего не удалось. Победа 1-0. И сразу после окончания игры интервью с Олегом Романцевым. Три недели назад мы с вами сказали, что в следующий раз мы встретимся с Луей и улыбниться, пожалуйста. Да, нет силы. Смотрите, какая радость. Это людская радость. Вы сделали то, что нашей стране так нужно. Сейчас это радость. Улыбнитесь, конечно. Мы просто старались, что могли, но сил у нас оказалось не так много после Франции, к сожалению. Олег Иванович, как вам удалось создать эту команду? Новая команда совсем. Совсем по-другому играют. Мысли по-другому. Вы ощущаете, что это уже новое поколение? Ну, в общем-то, да, много новых игроков, но, на мой взгляд, эти игроки как раз психология победителя. Хотя, повторяю, сегодняшний матч был очень тяжелый и многие игроки после игры во Францию не могли восстановиться. Психологически, физически. Вы сделали очень приятное миллионам людей. Вы очень приятное сделали миллионам рабочих наших, журналистам, телевизионщиков. Вы знаете, сколько люди заработали на этой радости? Дай бог, мы для них работаем. Что дальше? Что дальше? Считаете вы, что основная задача выполнена все-таки? Нет, я считаю, что задача будет выполнена только тогда, когда мы найдем финальную часть. Я этой задачи не снимаю. Три недели назад вы просили, чтобы публика, все мы поддержали вас. Помогло это в какой-то степени? Это, наверное, единственная вещь, которая позволила футболистам не упасть, так сказать, в конце игры на поле. Они держались ради этой публики. Спасибо им огромное. Олег Иванович, какое основное качество этой сборной, новой сборной? Я убежден, что это новая сборная. Ну, все-таки, наверное, морально-волевые качества у него очень хорошие. Они... И в игровом плане эта команда довольно перспективная. Мы будем еще прибавлять обязаны, во всяком случае. Вы слышали, что сегодня ваш конкурент, команда Украины, потеряла очки в Армении, сыграв дичью. Да, я это знаю. Это облегчает ваше состояние или нет? Мы не думаем сейчас о конкурентах. Мы поставили себе задачу выигрывать в каждом матче, пока мы ее выполняем. Ну, большое спасибо. Еще раз, миллионы людей вас благодарят. Мы от их имени благодарим. Что вы им хотите сказать? Нашим людям, простым людям, которые не так много радостей. Я им хочу сказать огромное спасибо и еще раз повторить фразу, которую я говорю часто. Мы из последних сил все, что можем, делаем только ради вас. Олег Иванович, я тебе вам пожму руку от имени всех и будьте счастливы. Ребята, передайте, что они пускай будут счастливы. Обязательно. Похоже, что после сильнейшего удара полученного в Париже от сборной России чемпионы мира не могут никак прийти в себя. Это показал и матч в гостях с командой Андора. А Дюгури за грубость был удален с поля. Но класс игры чемпионов мира сказался. Один мяч гости все же забили. Правда, с пенальти. На 85-й минуте точно ударил Лебев. Представляете, оставалось 5 минут до конца матча. 1-0 очень трудная победа французов. Накануне июньского этапа отборочного цикла Евро-2000 старший тренер сборной Украины Йожев Саба заявил, что задача его команды в предстоящих матчах со сборной Андоры дома и Армении в Ириване может быть только добыча 6 очков. Наставник был, конечно, прав. Где еще удобнее побеждать, как не во встрече с аутсайдерами. Никто и не сомневался в победе украинцев над гостями с Пиренеев. Вопрос больше стал о количестве забитых мячей, так как осенью и этот показатель может определять места основных соперников в турнирной таблице. Украинцы реализовали 4 голевых ситуации, по 2 в каждом тайме. Автором первого мяча стал игрок шахтера Сергей Попов, использовавший отличную передачу своего тезки Сергея Реброва. А уже через несколько минут сам Ребров мастерски завершает подачу Шевченко. Между прочим, этот гол Сергея рекордный, так как больше него за национальную сборную Украины 9 мячей еще никто не забивал. Предыдущее достижение 8 голов держалось несколько лет и принадлежало футболисту одесского черноморца Тимирлану Гусейнову. Вскоре, после перерыва, первым на добивание успевает защитник Юрий Дмитрулин. 3-0. Кстати, он довольно быстро набрал хорошую форму после длительного лечения серьезной травмы. А итоговый результат матча определил Андрей Гусин буквально перед самым финальным свистком, заметя, что все 4 мяча были забиты ударами головой. Сборная Армения без сомнения более мастеровитая, чем андорская дружина, но все же в классе украинцам уступает. Однако команда САБа в который раз так и не сумела подобрать ключей глубоко эшелонированной обороны соперника. Моменты, конечно, были. Был удар Шевченко в штангу, но не это определяло характер встречи. Думается, в этом матче Украина не предъявила своего главного козыря качественной коллективной игры и прежде всего в средней линии. Оставаясь лидером, сборная Украины поспособствовала более крутому закручиванию интриги в турнирной таблице группы и теперь все прояснится лишь осенью. Тем не менее, у футбольного обозрения есть все основания поздравить первую и молодежную сборные, а также официальную делегацию Украины с благополучным разрешением ситуации с самолетом в деревянском аэропорту. Ситуация, которая могла стать трагичнее, чем все поражения вместе взятые. У нашей сборной сейчас хорошее турнирное положение и очень удачный календарь оставшихся встреч. Так что грех будет этим не воспользоваться.